Всем привет! С вами Дмитрий Побединский. Я рад приветствовать вас на портале QWERTY, где нескучно и интересно можно узнать о науке и технологиях. Думаю, все привыкли, что на страже порядка в аэропортах работают современные сканеры тела, которые могут увидеть все, что находится под нашей одеждой. Однако в 2012 году американец Джон Корбитт, автор блога не пускайте администрацию транспортной безопасности в наши штаны, просто взорвал интернет своим видео. На нем он проносит в кармане через такой сканер металлическую коробочку, в которой запросто могли поместиться оружие, наркотики или даже контрабанда польской бижутерии. Так что современные технологии еще можно обвести вокруг пальца. Но интересно, а как же это сделать? Сразу отмечу, мои наблюдения основываются только на принципе действия приборов, не проверяясь мною на практике и имеют чисто умозрительный характер. Итак, сканеры бывают для багажа и для тела. Давайте сначала обсудим первые. Их называют интроскопами и они используют рентгеновское излучение, которое является теми же электромагнитными волнами, что и свет. Только они в тысячи раз меньше, некоторые материалы их беспрепятственно пропускают, некоторые немного задерживают. Таким образом на просвет мы можем видеть контуры объектов различной плотности. Сразу говорю, не пытайтесь обмануть такой прибор, придав незаконному грузу безобидные очертания. Просто-напросто ослабление излучения происходит при взаимодействии с электронами, а вот их количество в атомах различное для различных элементов. Поэтому интроскопы могут определять не только контуры и плотность материала, но его приблизительный химический состав. Представляете? Различные элементы подкрашиваются разными цветами, так что на изображении хорошо различимы органика, взрывчатка, пластик, металл. Так что если вы провозите игрушечный пистолет, то вас никто останавливать не будет. Но если вы решите замаскировать, например, пластид под шоколадку, то это сразу будет видно. Слабое место интроскопов это геометрические особенности сканирования. Оно происходит в одной плоскости, так что предметы параллельной этой плоскости будет очень сложно распознать. Правда, в последних моделях сканирование происходит сразу в нескольких плоскостях, и этот фокус уже почти нигде не проходит. Так что если вы уже решились на такое, распиливайте все на мелкие кусочки в надежде на то, что оператор их просто не заметит. Что касается суперсовременных сканеров тела, то прежде чем до них добраться, вы должны пройти рамку металлодетектора. В таких рамках создается переменное магнитное поле, под воздействием которого абсолютно во всех металлах возникают слабые электрические токи. И теперь уже сами предметы становятся источниками магнитных полей, которые и улавливает детектор. Магнитное поле нельзя ничем экранировать, оно проникает во все вещества, кроме сверхпроводников. Они обладают нулевым сопротивлением и в них поле не проникает, так что металл закутанный в сверхпроводник будет невидим для магнитного поля. Единственная проблема, такое состояние достигается при очень низких температурах, менее минус 140 градусов Цельсия. Так что если вы хотите обмануть металлодетектор, будьте добры, захватите с собой баллон жидкого азота для охлаждения. И наконец-таки о сканерах для человека. Их существует два типа. Первый основанный на обратном отражении рентгеновского излучения. Да-да, вы не ослышались, все-таки дозу радиации в аэропорту можно схлопотать. Но не переживайте, мощность этого рентгена очень-очень маленькая и в дальнейшем полете на высоте 10 километров вы получите дозу радиации в сотни раз больше. Основаны эти сканеры на том, что рентгеновское излучение может не только проходить сквозь вещество, но и отражаться. Это называется комптоновское рассеяние. И степень этого эффекта зависит от того, насколько электроны свободны. Ну, то есть, насколько слабо они притягиваются к ядру. И оказывается, в нашей коже таких атомов намного больше, чем в металлах, поэтому и отражение от нее сильнее. На изображении кожа будет светлой, а металл и остальное пространство темными, ведь оттуда не приходит никакого отраженного излучения. Значит, все металлические предметы, расположенные в боковых карманах, будут просто-напросто сливаться с остальным фоном и их невозможно будет обнаружить. Так что, если вас не попросят повернуться боком к сканеру, у вас есть все шансы пронести что-нибудь незамеченным. Именно так и поступил Джон Корбитт. Но в России чаще встречаются сканеры второго типа, микроволновые. Они представляют из себя рамку, которая вращается вокруг вас. В этой рамке расположены излучатели миллиметровых волн, ну, наподобие радиоволн, мобильных телефонов, вай-фай. Причем их частота подобрана так, что они беспрепятственно проходят через одежду, однако отражаются от поверхности тела и металлических предметов. Сканер формирует трехмерное изображение поверхности тела человека, однако нужно понимать, что оно одноцветное. Ну, то есть он не видит особых отличий между металлом, пластиком, кожей или какой-либо органикой. Так что замаскировать какой-то объект, я думаю, не составляет труда. Самое главное, чтобы маскировка повторяла контуры тела человека и очень хорошо отражала миллиметровые волны. Как видите, в любой технологии есть уязвимые места. Правда, не стоит забывать, что безопасность в аэропорту обеспечивается не только машинами, но и собаками, людьми, а вот их обмануть уже намного сложнее. А на этом все. Будьте законопослушными гражданами, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. И спасибо за просмотр!